Свою невесты удержителю в лучшем истинном, Ищем вещественным истинным исполням. Димитриевская Родительская Суббота Один из основных поминальных дней славянского православного календаря. Вообще же, каждая суббота — особый день для христиан. К субботе по библейному повествованию завершилось творение мира, и она стала днем покоя, поэтому мы называем этот последний день недели, подчеркиваю последний, несколько измененным еврейским словом «Шаббат». Но в этот же день уснувший плотью Христос завершил воссоздание этого обетшавшего ветхозаветного мира и, сойдя во ад, возвестил начало новой жизни. Помните тропарь из пасхальных часов? «Во гробе Плоцки, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был яси Христе со Отцами Духом, вся исполняя неописанной». Поэтому каждую субботу совершается поминовение усопших, не покинувших нас навсегда, но терпеливо ждущих последнего дня всеобщего воскресения. Среди этих дней выделяются особые общецерковные ежегодные родительские субботы, названные так потому, что каждый христианин молится прежде всего за своих родителей. Древний военачальник христиан, замученный за свою евангельскую проповедь, всегда был почитаем на Руси. Недаром великие князья давали его имя своим сыновьям. Вот и у святого князя Дмитрия Донского, прославившегося победой над татаро-монголами в 1380 году, небесным покровителем был Дмитрий Солунский. По возвращении своем с поля Куликова князь московский Дмитрий Иванович повелел ежегодно совершать заупокойное богослужение по всем русским воинам, погибшим в битве. Для этого и установил особую поминальную субботу накануне празднования своих именин Дмитриевскую. Первое заупокойное богослужение на Дмитриевскую субботу совершилось в Троицкой обители преподобного Сергия. В ее стенах молились об усопших ратниках сам великий князь, его приближенные и высшие духовенства. Завершилось поминовение общей трапезы. С кодами Дмитриевская родительская суббота стала общепризнанным народе днем сугубого, то есть особого прилежного поминовения всех умерших православных христиан, а не только воинов, сложивших голову на поле брания. Почему же именно суббота стала на Руси поминальным днем? Начнем с того, что каждый день недели в Православной Церкви посвящен определенному событию или явлению в истории человечества и христианской веры. Любое воскресенье года — это Малая Пасха, торжество жизни над смертью. В понедельник на богослужении особо молятся небесным силам бесплотным, то есть ангелам, во вторник — Иоанну Предтече. В среду со скорбью вспоминают предательство Иуды и ждут Святой Крест Господень. Четверг посвящен апостолам и святителю Николаю Чудотворцу. Пятница — крестным страданием Спасителя. А в субботу особо почитаются Всесвятые и Богородица, а также в церковных песнопениях вспоминаются усопшие. Почему? Да потому что христиане верят — у Бога все живы, и молятся об умерших, как о живых. Ведь смерть, согласно учению церкви, отнюдь не является завершением жизни души. В сербской православной церкви Димитриевская суббота, в сербском языке «митровская задушница», «затворная задушница», входит в число четырех главных поминальных суббот года. В сербской народной традиции поминки перед Димитриевым днем местами происходили в пятницу, а не в субботу. Болгары осенний поминальный день отмечают в субботу перед Дмитровым днем, реже после него или в субботу перед Михайловым днем 8 ноября. Осеннее поминовение умерших может считаться в тех или иных регионах главным поминальным днем года. Димитриевскую субботу служба ведется только в нескольких храмах Болгарской православной церкви, тогда как Михайловская суббота считается поминальным днем всей болгарской церкви. Но в этот день в церковь внесли три хлеба и еду, которая по вкусу покойникам. Первая хлебина для давно умерших предков, вторая дедам и бобам ближайшего рода, а третья тем, кто умер насильственной смертью на войне в воде или огне. В Димитриевскую поминальную субботу ужин был особенным. Вспоминать умерших начинали уже с пятницы. Для этого обязательно покупали новую белую скатерть, которая застилали поминальный стол. Хозяйки готовили традиционные поминальные блюда – утью, компот, блины, пироги, а также любимые блюда покойных родственников. С запоминальной трапезой каждый член семьи откладывал по одной ложке от каждого блюда в отдельную тарелку, а затем это все оставляли на ночь до умерших. Это делалось для того, чтобы души могли прийти домой и насытиться едой вместе со своей семьей. Рядом с тарелками ставили миску с водой и полотенце, чтобы они смогли умыться после трапезы. Также в этот день обязательно помогали бедным и голодным, давали много подаяния, кормили пирогами и просили их молиться за души умерших. Люди верили, если в это время ходит много нищих старцев, это хороший знак. Очень верующие христиане приходят на богослужение вечером в пятницу. В это время служат большую панихиду или парастаз. Чтобы помять в церкви своих умерших родственников, нужно приготовить заранее записки с их именами. В качестве пожертвования на храм принято приносить песни хлеб, сладости, фрукты, овощи. А вот мясные изделия или алкоголь, кроме когора, жертвовать не стоит. В народе считалось, что святой Димитрий приносит зиму и ключом замыкает землю, то есть дает хозяйственной земле, совершая таким образом земледельческий год. Он держит у себя ключи, пока не придет за ними святой Юрий 6 мая и землю не откроет. Некоторые исследователи связывают привязку осеннего дня поминовения предков к фигуре святого Димитрия Солунского из-за близостей, соответствующей для католической традиции, ведь святые Кирилл и Мефодий имели определенную каноническую связь с Римом, в частности, с папами Адрианом II и Иоанном VIII. Святитель Димитрий Туптово высказывает мнение, что Димитриевская поминальная суббота заменила собой языческие осенние тризны. Воскресенье Твое, Христество, Святитель Димитрий Туптово, Воскресенье Твое, Христество, Святитель Димитрий Туптово. Субтитры создавал DimaTorzok